Сегодняшняя лекция посвящена герпетической инфекции. Вирус герпеса человека четвертого типа называют еще вирусом Эпштейн-Барн. Вирус герпеса человека пятого типа получил свое название как цитомигаловирус. Вирусы герпеса человека шестого, седьмого и восьмого типа других названий пока не имеют. Вирус простого герпеса первого типа поражает кожей и слизистой верхней половины туловища. Вирус простого герпеса второго типа поражает кожей и слизистой нижней половины туловища. Его также связывают с развитием рака шейки матки и атеросклероза. Но в настоящее время изменившиеся наши видеопродукции, изменившиеся сексуальными отношениями, вверх снизом перемешались так, что поставить по локализации данную вирусную инфекцию невозможно, необходимо только вирусологическое обследование. Источник инфекции для вируса простого герпеса – это человек, инфицированный вирусом. В зависимости от локализации вирус содержится в носоглоточной слизи, в гниутевальном секрете, в слезе. Также может содержаться и в вагинальном секрете, в зависимости от того, где происходит визикулезное высыпание, в сперме. Также вирус выделяется из крови и из мочи. Пути передачи. Вам здесь представлены контактно-бытовой, воздушно-капельный путь передачи. Вирус может попасть любым из этих путей передачи, но он попадает на нарушенные целостности кожи и слизи. Входными воротами, как я уже сказала, являются кожа и слизистые оболочки. Вирус проникает в эпителиальную клетку, размножается там, происходит гибель клетки и образуется очаг воспаления. Из очага воспаления вирус может через лимфатические сосуды попадать в кровь, в нервные ганглии и в различные органы и ткани. Обострение герпетической инфекции связано с нарушением равновесия иммунной системы и пораженной клетки. Если будет прогрессирование иммуносепрессии у человека, то поражение может носить генерализованный характер с вовлечением в процесс головного мозга, легких, печени. Клинические формы вируса простого герпеса. Вирус простой герпес делят по течению первичной инфекции и хроническое рецидивирующее течение. Первичная инфекция развивается у детей в возрасте от 6 месяцев, чаще всего до 3 лет. И после этого вирус остается в организме на длительное время. И течение заболеваний переходит в хроническое рецидивирующее течение. По клинике мы видим у больных зуд, жжение, мелкие визикулки, пузырьки, которые окружены венчиком гиперемии. Иногда пузырьки сливаются, а затем после образования пузырьков развивается, образуется корочка. Высыпания всегда расположены группами. По распространению вируса простого герпеса делят на локализованные формы, распространенные и генерализованные формы инфекции. По локализации вирус простого герпеса делят на поражение кожи. Это герпес либиалис, герпес назалис, герпес лица, герпес простой герпес рук и возможно поражение других участков кожи. Поражение кожи выделяют, как разновидность поражения кожи, выделяют герпетическую экзему капуши. Герпетическая экзема капуши развивается у детей с экземой, нейродермитом, когда вирус попадает на нарушенную целостность кожи. У мамы, у родителей в окружении может быть герпес лебиалис. А у ребенка на фоне экземы или нейродермита вирус попадает на нарушенную целостность кожи. Заболевание протекает тяжело, с высокой температурой, с симптомами интоксикации. На всех участках кожи появляется визикулезное высыпание. Но больше всего на участках кожи поражены экземой или нейродермитой. Визикулы сначала прозрачные, потом они становятся мотные. Образуется корочка, из-под которой может идти гнойное отделяемое. На всех кожных покровах будет высыпание группами. Заболевание, еще раз хочу сказать, протекает тяжело, длительно. И нуждается в специфическом и театропном лечении. Кроме поражений кожи, возможно поражение и слизистых оболочек. С развитием герпетического генгивита, автозного герпетического стоматита и даже танзелита. На слизистых ротовой полочек появляется гиперемия, слизистые разрыхлены. Возможно появление автозных элементов. На слизистый щелк, десен, на оволе, мягком небе. Ребенок очень беспокойный. Отказывается от еды, от жидкости. Высыпание распространяется по всем слизистым. Идет слюнотечение. Ребенок нарушается сон. Очень возбудимый, капризный. Заболевание протекает длительно и тяжело, если не лечить его с и театропной терапией. Кроме поражений слизистых и кожи, возможно поражение глаз с развитием автальма герпеса. Это развитие канюнтивита, кератита, блефороканюнтивита, иридоциклита, хориорицинитов, увеитов и даже неврита зрительного нерва. Также возможно развитие генитального герпеса. Генитальным герпесом болеют несколько половых партнеров. Дети заражаются от родителей, пользуясь одной постелью, одной мочалкой, одним полотенцем. Высыпание бывает на границе между кожей и слизистым. Поражается головка полового члена. Высыпание может быть на половых губах у девочек, во владогалище. Возможно персистенция в цервикальный канал, в уретру, с развитием даже герпетических эндометритров. Кроме этих поражений, возможно поражение центральной нервной системы, с развитием энцефалитов, мининг-энцефалитов, невритов. 20% всех энцефалитов приходится на герпетическую природу. Возможно развитие и висцеральных форм вируса простого герпеса, это гепатиты, пневмонии и другие проявления. Лечение. Как я уже говорила, при герпетической инфекции есть и теотропная терапия. Это противогерпетические препараты группы ацикловир. Может быть различные фарм-названия это завиракс, веролекс, вальтрекс, но основа в скобках всегда будет это ацикловир. Они есть как пароральные препараты, так и в виде мази. Но при подозрении на генерализованные формы герпетической инфекции показано внутривенное введение таких препаратов. Это завиракс, веролекс для параметерального внутривенного введения. Вне обострения вируса герпеса возможно применение противогерпетической вакцины, а также индуктор интерферона для повышения иммунной защиты организма. Следующая разновидность герпетической инфекции это ветряная оспа. Ветряная оспа это острое, высококонтагиозное вирусное заболевание. Эта вирусная инфекция распространена во всем мире. И очень летучая инфекция ветряная оспа, вирус ветряной оспы летит до 30 дней. Вызывает эту инфекцию, как я уже сказала, вирус герпеса человека третьего типа. Или ищу его название, вирус ворицелин, зостер или вирус ветряной оспы. Это ДНК, содержащий вирус. Он очень летуч, но мало устойчив во внешней среде. Источник инфекции это больной человек. Пути передачи. Воздушно-капельный, аэрозольный путь передачи. И, как я уже сказала, очень высокий индекс контагиозности. Восприимчивы все, кто не болел ветряной оспой. Но преимущественно эти дети дошкольного возраста. Сезонность это осенний-зимний период времени. Иммунитет стойкий, практически пожизненный. Входные ворота для ветряной оспы и слизистой оболочки верхних дыхательных путей, где вирус размножается и к концу инфекционного периода по лимфатическим путям попадает в кровь. Наблюдается вирус ИМИ. С током крови вирус распространяется по различным органам, по внутренним органам, но фиксируется он на эпителиальных клетках кожи и слизистых оболочек, образуя характерные визикулы, наполненные сирозным содержимым. При генерализованных формах вирус может фиксироваться на всех внутренних органах, вызывая мелкие очаги некроза с кровоизлиянием по периферии. По классификации ветряную оспу делят по типу. Это типичная форма и атипичная. Типичная форма делится по тяжести – легкая, средне-тяжелая и тяжелая. Атипичные формы по тяжести не делятся. Атипичная форма – это рудиментарная, геморрагическая, генерализованная или висцеральная, пустулезная, булезная и гангренозная. Инкубационный период при ветряной оспы от 10 до 21 дня. То есть минимальный 10-1 и начиная с 11-го дня до 21-го дня контакта ребенок может заболеть. Заболевание может начинаться с кратковременной продромы. Это в виде скарлатиноподобной или кореподобной сыпи, так называемый ветряночный раж. Но чаще всего в 97% случаев заболевание начинается остро. Повышение температуры, сумеренных симптомов интоксикации и с характерными высыпаниями. Для ветрянки характерны следующие высыпания. Это пятно, папула, визикула и корочка. Первый элемент – появляется мелкое пятно, которое быстро превращается в папулу, а через несколько часов появляется визикула, напоминающая каплю воды или росы на коже. Визикула постепенно начинает подсыхать, и к концу первых суток образуется корочка. Корочка держится от 7 до 10 дней. При тяжелых формах ветряной оспы высыпания могут быть наслизистых, где визикула быстро трансформируется в эрозии. Из-за жевления этих эрозий происходит на третий-пятый день заболевания. Для сыпи при ветряной оспе характерно, что первые элементы сыпи появляются на волосистой части главы, за ушами, а затем уже на всех участках кожи. Сыпь появляется не этапно, а сыпь появляется толчкообразно, с промежутками где-то в 1-2 дня. И каждый новый толчок засыпания сопровождается подъемом температуры. В связи с тем, что сыпь появляется толчкообразно, для ветряной оспы характерны ложный полиморфизм сыпи. То есть, когда на одном участке кожи, например, на спине, сыпь находится в разной стадии развития. Мы можем увидеть и папу, и визикула, и уже корочки. Важный момент в клинике ветряной оспы. Заканчивается высыпание, нормализуется температура. Мама проснулась утром, ребенку нет уже новых элементов, которые надо смазывать анилиновыми красителями. И температура должна быть нормальной. Если держится температура, это значит или атипичные формы, или осложнение ветряной. Вот на данном слайде показано типичное высыпание в виде прозрачных визикул, напоминающих капли воды или росы на коже, и уже образующиеся корочки. То есть, виден полиморфизм сыпи. Вот на данном слайде мы тоже видим полиморфизм сыпи. Формы заболевания. Формы тяжести делятся в зависимости от выраженности температурной реакции, симптомов интоксикации и обильное или не обильное высыпание. Высыпание не меняется, что при легкой, то что при средне-тяжелой, тяжелой форме. Все те же этапы высыпания. Пятно, папало, визикулы, корочка. При легкой форме температура субфибрильная. Первый день может быть до 38 градусов. Дальше температура нормальная. Симптомы интоксикации отсутствуют. Ребенок бегает веселый. Появляются не обильные высыпания на коже. При средне-тяжелой форме болезни температура уже 38-39 градусов. Умеренные выражены симптомы интоксикации. Высыпания обильные. Тяжелые форы. Температура 39-40. Выражены симптомы интоксикации. Головная боль, может быть, рвота. Симптомы нейротоксикоза. И высыпания на коже обильные. Как говорят, курочки клюнут с негде. Возможно высыпание и на слизистых оболочках. Атипичные формы. Вот при всех атипичных формах меняются высыпания. Первая атипичная форма – это ордиментарно. Это очень легкая форма. Состояние ребенка практически не меняется удовлетворительно. Сыпь разылопопулезная, единичная. Единичные пузырьки, они могут даже не превращаться в корочки. То есть элементы сыпи могут не проходить с всех стадий своего развития. Эта форма страшна только в эпидемиологическом отношении. Если брат с сестрой вместе играют, вместе общаются, брат болеет, а у сестры нет ветрянки, и она не заболела ветрянкой, может быть, она и явилась источником инфекции. У нее была рудиментарная форма. Следующая атипичная форма – это геморрагическая. Это тяжелая форма ветрянной оспы, которая встречается у больных с фоновой патологией, заболеваниями крови. При этой форме на второй-третий день высыпания ветрянной оспы содержимое пузырьков принимает геморрагический характер. Могут быть другие проявления геморрагического синдрома. Это петахиальный сыпь на кровь, кожа, рвота кофейной гущей. Следующая атипичная форма – это генерализованная. Это самая тяжелая форма ветрянной оспы. Как ее диагностировать? Основное в ее диагностике – это то, что идет несоответствие между выраженными симптомами интоксикации, гипертермией, тяжелым состоянием больных, а высыпания на коже скудные, или высыпания вообще остановились, а высыпания стали на внутренних органах. Клинически мы увидим проявление, если в легких высыпаниях, то это пневмония клинически, если в кишечнике боли, в животе жидкий стул. Диагностировать эту форму надо именно, когда выраженные симптомы интоксикации, температурные реакции и скудные высыпания на коже. Вот следующие формы ветрянной оспы связаны с наслоением бактериальной флоры. Это прежде всего пустулезная форма, которая встречается довольно-таки часто. При этой форме болезни содержимое некоторых визикул, а может быть и всех, становится мутной, с венчиком гиперемии, то есть образуется пустула. Эта форма ветрянной оспы дает много всевозможных бактериальных осложнений, о которых я скажу чуть позже. Вот здесь видно пустулы с венчиком гиперемии, мутные элементы. Следующая типичная форма – это булезная форма. При этой форме заболеваний выражены симптомы интоксикации, гипертермии, тяжелое септическое состояние ребенка. Кроме типичных высыпаний на коже появляются большие, вялые пузыри в несколько сантиметров в диаметре. Пузыри дряблые, с мутным содержимым. Они вскрываются, и на их поверхности образуется эрозия. Состояние тяжелое, температура выражена длительно, пока не будет эпитализации этих эрозивных поверхностей. Следующая форма – это гангренозная. Гангренозная форма тоже протекает очень тяжело. Выражены гипертермии, выражены симптомы интоксикации, тяжелое септическое состояние больного. И на фоне типичных высыпаний тоже появляются большие, вялые пузыри, но они наполнены гнойно-кровенистым содержимым. Пузыри лопаются, образуется язва с некрозом в центре. Температурные реакции интоксикации держатся до тех пор, пока не будет рубцевания этих язв. Эти две очень тяжелые формы связаны с наслоением бактериальной флоры. Осложнения ветряной оспы. Осложнения делятся на две группы. Первая группа – это специфические осложнения инфекционно-аллергической природы. Это развитие ветряночного энцефалита. Ветряночный энцефалит развивается по типу мужичковое такси. У ребенка где-то на пятый-седьмой день появляется головокружение, шаткая походка. Он неустойчив в позе ромберга, не выполняет пальценно-носовую и коленно-пяточную пробу. Возможно развитие не только энцефалита, но и мейнго энцефалита. А также из поражения нервной системы – это мейлиты. Возможно поражение сердечно-сосудистой системы с развитием кордитов. Кроме специфических инфекционно-аллергических осложнений, есть не специфические осложнения. Это чаще всего на фоне пустулезной формы. Это развитие флегмона, абсцессов, вплоть до развития остеомелитов и сепсисов, гнойных лифоденитов, гнойных целлюлитов, рожистого воспаления. Если это пропущенная пустулезная форма, и больной не получал соответствующее лечение, как при бактериальной инфекции, то развитие таких осложнений возможно. Вот здесь представлено розышество и воспаление на коже груди, живота. Лечение ветряной оспы. Лечение типичной ветряной оспы – это обработка элементов бриллиантовым, зеленым, метиленовым, синим или перманганатом, калием, чтобы элементы подсушивать и не было наслоения вторичной флоры. Также обязательно соблюдение правилов личной гигиены. Это чистая постель, менять белье ребенку, чтобы не было ногтей, чтобы не попадала вторичная флора на высыпание. И бывает очень часто зуд и всевозможные аллергические наслоения, поэтому десенсибилизирующие терапии. Если выражены симптомы интоксикации, то это дезинтоксикационная терапия в виде обильного питья, возможно дачи энтеродеза и различных патогенных чаев. При тяжелой форме ветряной оспы возможно назначение противогерпетических препаратов ПРОС. Это препараты ацикловира, о которых я вам уже говорила. При подозрении на генерализованную форму здесь обязательное назначение противогерпетических препаратов внутривенно. Это ацикловир по 15 мг на кг в сутки каждые 8 часов. Если с поражением центральной нервной системы, с развитием минингоэнцефалитов, то это до 30 мг на кг в сутки каждые 8 часов внутривенно капельные. При атипичных формах с наслоением бактериальной флоры, таких как пустулезная, булезная, гангренозная, это обязательное назначение антибактериальных средств. Возможно пароральное назначение антибиотиков при пустулезной форме или парентеральное, если подозрение на русную и гангренозную форму. Следующее это опоясывающий лишай. Опоясывающий лишай вызывает тот же самый вирус, вирус герпеса человека третьего типа. Этот вирус, я вам уже сказала, вызывает острое инфекционное заболевание ветряную оспу. А вот опоясывающий лишай относится к оппортунистической инфекции. Болеют им лица только перенесшие ветряную оспу и имеющие нарушения в иммунной системе, то есть со сниженным иммунитетом. Характеризуется опоясывающий лишай это визикулезными высыпаниями, которые тесно сидят по ходу отдельных чувствительных нервов. Сначала появляется чувство жжения, боли, зуда, покалывания в пораженных участках кожи. А поражается участка кожи, иннервируемая межреберными нервами, тройничным нервами, по ходу седалищного нервов. К концу первых-вторых суток на коже появляется покраснение, а затем образуются мелкие папулы, которые быстро превращаются в пузырьки с прозрачным содержимым. Через несколько дней содержимое пузырьков мутнеет, а гиперемированный эритоматозный фон бледнеет, и к концу недели образуются корочки. Высыпания идут группами, высыпания могут продолжаться в течение длительного времени, и выражен болевой синдром. Болевой синдром может сохраняться и после высыпания. Но надо отметить, чем младше ребенок, тем менее выражен болевой синдром. А у маленьких детей мы можем вообще не видеть болевого синдрома. Вот здесь вам представлены фотографии опоясающего герпеса. Пораженные участки кожи, мы видим здесь межреберные промежутки. Поражаются участки кожи, еще иннервируемые троничным нервом, и по ходу седальщиного нерва. Лечение опоясывающего лишая тоже назначается и театробной терапией, противогерпетическими препаратами из группы ацикловира. Единственное, их доза удвоенная больше в два раза по инструкции, чем при ветряной оспы. А при генерализованных формах введение противогерпетических препаратов внутривенно. Также могут использоваться и противогерпетические препараты местных в виде массы. Если часто идут проявления опоясающего лишая, то это возможно применение индукторов интерферона у больных и обследовать их на иммунный фон таких больных. Вирус герпеса человека четвертого типа или Эпштейн-бар-вирус. Этот вирус вызывает лимфопролиферативные заболевания, такие как инфекционный мононуклеоз и лимфома Беркет. В то же время этот же самый вирус вызывает назофарингеальную карциному и варсистую лейкоплаке языка. Останавливаться более подробно на этом вирусе я не буду, потому что у нас будет для вас лекция по инфекционному мононуклеозу, вызванному Эпштейн-бар-вирусом. Следующий вирус герпеса человека пятого типа или цитомигаловирус. Этот вирус может вызвать первичное инфицирование человека и заболевание это может протекать в виде мононуклеоза или мононуклеозно-подобного синдрома. И мы называем это цитомигаловирусный инфекционный мононуклеоз. Но также может и инфицирование вируса пройти незамеченно и в виде субклинической формы. Но возможна и реактивация этого вируса после латентного проникновения может быть реактивация, которая может протекать в виде ретинитов, поражения центральной нервной системы, поражения желудочно-кишечного тракта, развития пневмонии, надпочечниковой недостаточности, возможны другие проявления цитомигаловирусной инфекции. Возможно, если женщина инфицируется во время беременности, при переливании крови, кровезаменителей или оперативном вмешательстве во время беременности, возможно, дальнейшему ребенку развитие синдрома врожденной цитомигалии. Это крайне редко встречается синдром врожденной цитомигалии, но о нем надо помнить. Это прежде всего низкая масса тела ребенка при рождении, геморрагическая сыпь, тромбоцитопения, анемия, желтуха, гепатоспленомигалии, возможно, развитие микроцефалии и хориуретинита. Ставится этот диагноз, конечно, если есть эпидемиологический фактор, если женщина во время беременности, еще раз повторяю, получала какие-то внутривенные инъекции крови и кровезаменителей. И обязательно надо обследовать больных вирусологически и доказывать этот синдром врожденной цитомигалии. Возможно развитие и малого симптома комплекса цитомигалии у новорожденных детей. Если у женщины во время беременности была реактивация цитомигаловирусной инфекции, не заражение, а реактивация, то, возможно, вот это малый симптома комплекса, который проявляется низкой массы тела у ребенка, гепатоспленомигалии и персистирующий желтух. Вот детей низковесных с гепатоспленомигалией и затянувшейся желтухой надо тоже обследовать на цитомигаловирусную инфекцию. Возможно развитие скрытого цитомигаловирусного синдрома, который не диагностирован при рождении, а он проявляется в более старшем возрасте. Обычно это у дошкольников или младшей классы школы. Проявляется он в сенсорной тугоухости. Эти дети трудно в обучении. У них появляются различные минимальные мозговые дисфункции. Еще раз хочу подчеркнуть, что заражение цитомигаловирусной инфекцией возможно от гемотрансфузии. Поэтому у нас сейчас строгие показания для переливания крови кровью заменителей только по строгим показаниям. Инкубационный период, если были такие переливания, это 3-4 недели. Поэтому за тем, кому переливали, проводили гемотрансфузию, необходимо наблюдать, следить за развитием, возможно, гептоспленомигалии, лимфоденопатии и также, возможно, развитие тяжелых пневмоний. Вирус герпеса человека 6 типа. Вирус герпеса человека 6 типа может вызвать первичное инфицирование. И обычно это протекает в виде внезапной экзотемы или так называемой разолезной сыпи. В течение первых трех дней идет лихорадка. И при критическом снижении температуры проявляется вот эта разолезная сыпь. У некоторых детей, возможно, фаренгит, возможно, диарея, возможно, более длительное проявление лихорадок. Поставить диагноз сложно. Только если это вспышками в каких-то детских дошкольных учреждениях или в одной семье, тогда необходимо обследовать на вирус герпеса человека 6 типа. Возможно, так и развитие острых энцефалопатий у детей раннего возраста. Возможно, развитие синдрома инфекционного мононуклеоза. А у лиц с иммунодефицитными состояниями, особенно у лиц с ВИЧ-инфекцией, возможно, развитие и других проявлений болезни. Это гепатиты, пневмонии, энцефалит. Возможно, участие вируса предполагает участие вируса 6 типа в развитии эпилепсии. Даже некоторые авторы его называют эпилептогенным вирусом. В развитии лимфогрануломатоза, злокачественной Б-клеточной лимфомы, саркоидоза, синдрома Шегрена, болезни Крона, аутоиммунного тиреидита. Но это только пока литературные данные о возможном участии вируса герпеса человека 6 типа. Вирус герпеса человека 7 типа считают, что первичная инфекция может протекать субклинически, без всяких клинических симптомов. Но может в виде экзантемы у детей, о которой я уже говорила. Возможно, развитие острых энцефалопатий у детей ранного возраста. Возможно, синдрома инфекционного мононуклеоза. И есть работы о роли вируса герпеса человека 7 типа в развитии ДЦП. Но это пока предположительно. И при реактивации этого вируса возможно различное иммунодефицитное состояние. Вирус герпеса человека 8 типа вызывает как первичные инфекции, субклинические формы. Это еще мало, что известно об этом вирусе. Но говорится о том, что возможно при его реактивации развитие саркомы КАПШ, первичной лимфомы и синдрома хронической усталости. Очень мало еще у нас данных по герпетической инфекции. Я думаю, все будут появляться новые и новые данные о роли герпетической инфекции в развитии тех или других соматических и онкологических заболеваний. Лабораторная диагностика герпетической инфекции. В лабораторной диагностике чаще всего мы используем иммуноферментный анализ или иммунофлюоресценции. Обнаружение антител к иммуноглобулину класса М при отсутствии антител к иммуноглобулину класса G свидетельствует об острой инфекции. То есть если у нас есть антитела к иммуноглобулину класса М к одному или к другому герпес-вирусу, то мы будем говорить о острой инфекции. Наличие антител к иммуноглобулину G у детей первых 6 месяцев максимум до года диагностического значения не имеет, так как они проходят через плаценту и могут быть материнскими. То есть мама может передать ребенку антитела к иммуноглобулину класса G и защитить ребенка от герпетической инфекции. Но если у нас есть подозрение, что ребенок заболел герпетической инфекцией, тогда нам надо смотреть нарастание титра антител к иммуноглобулину класса G. И если идет нарастание антител в 4 раза, мы будем говорить о перенесенной инфекции. То есть антитела к иммуноглобулину класса М будут говорить об острой инфекции, и антитела к иммуноглобулину класса G о перенесенной инфекции, если идет нарастание их титра. Также берется полимеразная цепная реакция, обследуется кровь, моча и слюна для диагностики герпетической инфекции. Вирусологи также исследуют материал на куриных эмбрионах, выделяют культуру ткани на эмбриональные ткани. Благодарю вас за внимание.